Генеральный спонсор места происшествия сеть магазинов автозапчастей для иномарок Евразия Автоплюс Сеть магазинов Евразия Автоплюс Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля В мурашах в аварии пострадал 7-летний мальчик, ребенок был пассажиром МАКИ, которая врезалась в груженый КАМАЗ Подробности в рубрике обзор аварии словом моему коллеге Сергею Пичугину По данным ГИБДД, авария произошла в субботу в 10 утра Водитель отечественной малолитражки не смог справиться с заносом на скользкой дороге Водитель 58-го года рождения, управляя автомашиной АК По предварительным данным, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил занос После чего совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ с полуприцепом В результате происшествия, ребенок, который находился на заднем сидении, получил травмы Однако после оказания медицинской помощи, госпитализация ему не потребовалась и он был отпущен домой Еще один несовершеннолетний пассажир пострадал в Богородском районе Там 18-летний водитель «Жигулей» 6-й модели также не справился с управлением Машина съехала в кювет и опрокинулась 15-летний пассажир авто получил травмы, госпитализация ему не потребовалась В Кирово-Чапецком районе в ДТП пострадали пятеро человек По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады Гранта» выехал навстречу и врезался в «Хюндай Солярис» Вероятно, виновник ДТП и два его пассажира получили травмы Среди них 7-летний мальчик Также в списке пострадавших водители пассажирка иномарки Никого не госпитализировали В Котельническом районе 30-летний водитель «Нивы» наехал на попутный «КамАЗ» После касательного столкновения «ВАЗ» отбросило навстречу Там машина врезалась во внедорожник «Форд Эксплойер» В итоге, вероятно, виновник аварии получил травмы Сейчас инспекторы ждут результаты экспертизы на состояние опьянения водителя В Кирове на улице Ломоносова 21-летний водитель «Ауди-80» выезжал с прилегающей территории и не пропустил «Мерседес Вита» Машины столкнулись от удара Предполагаемый виновник ДТП и его 20-летняя пассажирка получили травмы Последнюю госпитализировали Сергей Пичугин, место происшествия